Следующая вкладка – это конференции. Кликнув по вкладке, мы попадаем в раздел конференции, где можно посмотреть, какие конференции сейчас есть на сервере. В целом здесь все интуитивно понятно. Можно посмотреть статус конференции, участников, модераторов и действия. Интересный момент, на который бы хотелось обратить внимание. Здесь есть кнопка «Копировать конференцию». Если вам нужно сделать какую-то особую конференцию, сделать много разных настроек, добавить много участников, а потом вдруг нужно сделать такую же конференцию, но с минимальными различиями, просто скопируйте конференцию и отредактируйте копию. Это очень удобно и экономит массу времени. Далее заходим непосредственно в конференцию, попадаем в ее основное поле. Для удобства и полноты информации мы рекомендуем сделать вот такой общий вид. Хотя кто-то, конечно, предпочитает разные виды, но вот такое отображение является наиболее полным. Итак, что же мы здесь видим? Прямо под номером располагается Watermark, подпись. Ее можно поменять в режиме реального времени. Причем, очень удобная фишка, если вы поставите после имени пробел-пробел, то все, что будет после второго пробела, перенесется на вторую строчку. Очень удобно, когда нужно, чтобы имя участника конференции было на одной строчке, а, например, его должность на второй. Только не забудьте нажать кнопку «Сохранить». Следует уточнить, что перенос на вторую строку осуществляется только в титре, а в Watermark вторая строка не выводится. Кстати, сервер Винтео поддерживает английский и другие языки. Номер абонента, про который мы уже говорили чуть выше, это значит, что участник зарегистрирован как абонент на сервере. Если это будет анонимный абонент, то мы увидим вот такую вот надпись. Еще чуть ниже, время подключения абонента. Дальше мы видим разрешение в обе стороны, причем стрелочка вниз, это то, что приходит на сервер от участника, а вверх, то, что сервер отдает участнику. Следующая строчка – видеокодек, от сервера и к серверу соответственно. В данном случае это кодек H.264, один из самых универсальных и популярных, его поддерживают даже 10-летние устройства. Например, некоторые старые устройства CISCO для основного потока используют 264-й кодек, а для второго потока – 263-й. Поэтому, если у вас что-то не работает, можно зайти в настройки абонента и посмотреть, какие кодеки у него используются. В частности, 263-го нет, таким образом его можно перенести и также нажать кнопку «Сохранить». Третья строчка – звуковой кодек, дальше FPS, количество кадров в секунду, битрейт. Следующий пункт – здесь стоит H.239, это второй поток. Если сейчас этот участник начнет презентацию, то мы увидим здесь стрелочку вниз и HD. С таким разрешением он будет расшаривать. Ну а у остальных в это время была бы стрелочка вверх. Это то, с каким разрешением они будут принимать на этот второй поток. Далее FPS и битрейт второго потока. И вот здесь очень важная фишка. Это Lost – потери. То есть мы в реальном времени можем увидеть, от кого и к кому есть потери. Важная и удобная фича. Здесь сразу видно, у кого проблемы со связью и к кому, например, недоприходит поток. У кого он теряется, у кого картинка будет ухудшаться из-за потерь. Ну и естественно, если мы видим, что идут потери, то сервер предпримет все от него зависящее, чтобы избежать этих потерь. Он, например, может понизить битрейт, поменять разрешение, кадры в секунду и так далее. К сожалению, не всегда мы можем повлиять на ту сторону, поэтому, если мы видим, что идут проблемы, можно опять же зайти в настройки абонента и попытаться поменять ему разрешение. Либо FPS. Также в этом серверу активно помогает FETS, Forward Error Correction, технология восстановления и маскировки утерянных кадров различными способами. Следующая строчка – Jitter Buffer. Надпись Local MCU означает, что в данную минуту мы работаем на нашей локальной машине. А если бы, к примеру, был бы каскад из машин, то тут было бы написано MCU1, MCU2 и так далее. Ну и последний пункт – аудиоканалы. Всегда можно посмотреть, какой канал приходит от участника, а какой идет к участнику. Далее контекстное меню. Щелкаем правой кнопкой мыши. Отключить. Отключаем участника конференции. Выключить микрофон. Соответственно, выключаем и включаем микрофон участнику конференции. Назначить лектором определенного участника. В этом случае на скриншоте появляется значок. Вот такая шапка. Это значит, что человек назначен лектором. И он всегда им будет, пока мы не снимем с него эту роль. Также через контекстное меню. Или пока он не выйдет из конференции. В обычной конференции назначение лектора происходит автоматически, по громкости. Например, когда кто-то говорит определенное время. Это делается в настройках. До них мы дойдем. То система понимает, что этот человек сейчас что-то произносит. И назначает его лектором. Идем дальше. Выключить камеру. Выключает изображение, которое приходит от участника. Выключить звук. Это значит, что участник не будет слышать звук из конференции. То же самое касается выключить видео. Участник не будет видеть, что происходит в конференции. В этих двух случаях на экране будет плашка, звук, либо видео, отключены администратором. Отправить сообщение какому-либо участнику, либо отправить сообщение всем. В этом случае у участника на экране бегущей строкой будет ваше сообщение. Показать как презентацию. Если вы хотите направить вторым потоком видео от какого-либо из участников, то вот эта кнопка как раз для этого. Переместить участника в какую-нибудь другую конференцию. И также свойства участника. В них можно зайти либо из контекстного меню, либо просто нажав на скриншот участника. Еще одна фишка. Двойным кликом по участнику включается микрофон, либо отключается микрофон. Если участник подсвечен черным, это значит, что его микрофон отключен. Если мы выделяем нескольких участников, либо прокликиваем, либо нажимаем Ctrl-A, появляется мини-панель вот здесь справа, причем с ползунком обратного действия. Что это значит? Если здесь можно набрать, включить микрофон и так далее, то при нажатии ползунка обратного действия все кнопки изменят свое значение на противоположное. Соответственно, отключить участника, выключить микрофон, выключить видео и так далее. Для удобства администратора сверху выведена нагрузка CPU. Это позволяет в оперативном режиме следить за показателями нагрузки, особенно если проходит много конференций. Как я и говорил чуть ранее, надо стараться избежать нагрузки более 75%. У каждой конференции по умолчанию период жизни 12 часов. Если не указано ничего другого, соответственно, после запуска прошло 12 часов, конференция останавливается, но не удаляется. Это можно изменить в настройках ползунком. Вот здесь. Не выключать конференцию. До этих настроек мы еще дойдем. И также вот здесь можно посмотреть длительность конференции.